Добрый вечер! И Андреан Лебединский, кандидат от партии социалистов по тому же 29 округу. Добрый вечер! Добро пожаловать! К сожалению, не все кандидаты явились на сегодняшний раунд дебатов. Вы должны знать, что господин Гузнак под номером 1 в избирательном бюллетене, господин Лебединский под номером 2. Далее в избирательном бюллетене по вашему округу 29 будут Руслан Вербицкий, избирательный блок АКУМ, Инна Попенко, партия Шора и Дмитру Железку, кандидат от либеральной партии. К сожалению, они не пришли на дебаты, все получили под роспись приглашение, поэтому это их решение. Правила простые и понятные. 8 минут обратный отчет времени для того, чтобы вы представили себя, представили свою избирательную платформу. В начале, потом у нас будет дискуссия, ответы на вопросы и в конце где-то одну минуту зарезервируете для того, чтобы обратиться к зрителям. Можете говорить на том языке, на котором вам это удобнее. Пожалуйста, в свою предвыборную платформу себя представляет кандидат от Демократической партии Валентин Гузнак. Да, спасибо огромное, Анатолий. Добрый вечер, уважаемые телезрители, уважаемые избиратели. Мне приятно находиться сегодня в этой студии, потому что прекрасный день, день влюбленных, день Святого Валентина. И я Валентин, и хочу всех Валентинов, всех телезрителей поздравить с этим прекрасным весенним праздником. Безусловно, мы находимся в очень горячей, такая горячая пора, пора подготовки к выборам 24 февраля. Тем не менее, жизнь идет вперед, и мы, те, которые участвуем в этой избирательной гонке, считаем обязательным поделиться с вами теми планами, теми идеями, которые мы взяли на вооружение в качестве кандидатов в должности депутата парламента. Я представляю команду Демократической партии, являюсь кандидатом по 29-му избирательному округу, и хочу до вашего внимания довести тот перечень важных, на мой взгляд, вопросов, над которыми мы работали и будем работать в ближайшее время после завершения выборов. Наша партия является основной ведущей политической силой Республики Молдова, партией, которая утвердила в январе 2016 года правительство Республики Молдова, партия, которая добилась за несколько лет серьезных изменений в области экономики, социальной политики, серьезных изменений в области поддержки тех программ, тех проектов, которые направлены на поддержку людей, на поддержку развития нашей экономики и общества в целом. Нам удалось за несколько лет сделать столько, сколько 5 или 6 правительств до правительства Филиппа не имели такую возможность и не добились этих результатов. Первым делом мы остановили экономический спад, мы добились роста внутреннего валового продукта и общих сборов в бюджет Республики, которые нам помогли начать целый перечень социальных программ по повышению пенсий, повышению заработных плат для жителей нашей Республики. Нам удалось сделать так, чтобы были развязаны руки экономическим агентам, нам удалось создать очень привлекательную для инвестиций так внутренних, так и внешних финансовых средств в экономику Республики. И это дало возможность сдвинуть с мертвой точки ту ситуацию, которая была в начале января 2016 года. Я являюсь тем человеком, который будет представлять в парламенте интересы всех жителей Рыжкановки и центра Кишнева для решения огромного множества проблем, которые сегодня есть в этой части города. Спасибо. Две с половиной минуты вы использовали. Пожалуйста, господин Андриан Лебединский, представитель партии социалистов. Добрый день, уважаемые друзья. Я Андриан Лебединский, кандидат от партии социалистов Республики Молдова по 29 округу. В нынешнем составе парламента я являюсь членом комиссии по международным отношениям. До этого был зампредседателя комиссии по образованию, науке и культуре. Подготовил много интересных проектов, законов, которые часть из них были одобрены. И они прошли и помогают людям. В следующем парламенте я ставлю себе как задачу помогать дальше людям, реагировать на ваши заявления, на ваши требования, на ваши нужды. И, само собой, вместе с вами мы победим. Спасибо. Вы очень экономно отнестесь к своему времени для вступительного слова. Мои вопросы к вам. Господин Гузнак, у вас большой опыт работы в органах государственного управления. Вы работали и в парламенте, и в правительстве, и в госканцелярии. Скажите, вот сейчас, каковы приоритеты? Какие вы считаете приоритеты для будущего парламента? Учитывая, что правительство, мы видим, само справляется без парламента. Принимает законы, принимает ответственность на себя. Обсуждает возможность внесения поправок в программу приватизации до выборов. Нужен ли нам парламент или нужно хорошее правительство? И, конечно, парламент, что парламент, что парламент не может быть эксклюзаций, как один из компоненты, база, в активности, а авторитетов и структуриле, потому что существует очень много компетенции, которые никуда не могут быть прелуэты, и они, конечно, структ, conform с конституцией, компетенции Парламенту Республики Молдова. Чемпионеры, которые должны быть в течение работы, работа парламенту и государство, это изменение ситуации, или изменение ситуации экономики в стране, которая, в частности, это стемилия и обеспечения и обеспечения многих проблем для экономики и общества в Республика Молдова. Мы необходимы политики очень очевидные и реализованные в dimensionе экономики и мы знаем как это сделать. Мы очень обеспечиваемые обеспечения строительства и обеспечения в прошлое основа в связи в программе внимание 17 Caroline 18 годы в городе в старе , это скип nouveau anticipate современных основальные авто технологической основной и ответaddения в строительство accord Продолжение следует... Ваша партия и вы в составе действующего парламента поддержали переход на смешанную избирательную систему. На ваш взгляд, в чем отличие депутата, избранного по одномандатному округу, от депутата, избранного по партийным спискам? Учитывая, что ваши кандидаты всегда агитируют, голосуйте, ставьте печать напротив нашего избирательного символа и в одном бюллетене, и в другом бюллетене. Тогда в чем разница, почему недостаточно было по партийным спискам выборы проводить? Мы были инициаторами этого проекта закона, если вы помните. На самом деле, очень хорошо, что с 25 февраля все люди будут знать, какой из депутатов отвечает за этот округ. У нас сейчас сложилась ситуация, когда из 101 депутатов любой может сказать, что я здесь работаю или я здесь не работаю, и снять с себя полностью ответственность. В данном случае есть ответственность за определенный периметр, есть ответственность за тех людей, которые живут в этом округе, и люди знают, что именно к этому депутату нужно обращаться по важным проблемам, которые можно решить здесь. Тем более, что фактически, то есть законно, разницы никакой между этими депутатами, но вот ответственность абсолютно разная, потому что наверняка партии после того, как будет ясность, какой депутат по какому округу прошел, эти округа будут закреплены именно за этими депутатами и в дальнейшем, и они будут дальше работать именно в этой территории, отвечать за этих людей. Что касается тех людей, которые прошли по спискам, это люди, специалисты в определенных областях, которые будут заниматься больше политиками, вот как у нас разделены экономический блок, юридический блок, социальный блок, политический. То есть каждый из этих депутатов имеет ответственность на уровне Молдавии решать определенные вопросы. Спасибо. Тогда еще один уточняющий вопрос. Вы также настаивали, ваша партия, на том, чтобы выборы по одномандатным округам прошли в один тур. Это создает риски того, что депутат, который будет на первом месте, станет, кандидат станет депутатом, кто будет на первом месте. При этом за него могут проголосовать, условно говоря, 3000 избирателей, но он будет на первом месте. Репрезентативность, представительство парламента. Вы будете чувствовать себя комфортно, если станете депутатом, получив 2500-3000 голосов избирателей в округе, где проживает 60-55-60 тысяч. Дело в том, что когда проводится выбор по национальному округу, то есть то, что было у нас до сих пор, выбирали депутатов согласно списку, тоже по этому же принципу было. Тоже избирали людей в зависимости от того, сколько проголосовало за этого кандидата. Ничего не поменялось. Фактически то же самое. Если брать на уровне республики, то получится 30-40-50%. Все зависит от того, как люди выберут того кандидата, того или иного кандидата, который будет работать на этом округе. Поэтому мы приходим на дебаты, поэтому мы встречаемся в коллективах, мы выходим во дворы, встречаемся с людьми. Абсолютно везде мы доступны для того, чтобы люди могли понять, за кого из кандидатов именно нужно проголосовать. Желательно, конечно, чтобы люди определились и проголосовали сразу за одного кандидата больше 50%. Ну, в одномандатном округам это вряд ли случится. Спасибо за ваши ответы. Пожалуйста, вопрос друг другу. Господин Гузнак, вопрос господину Лебединскому. Мы будем представлять с вами, если один из нас станет депутатом, интересы порядка 55 тысяч человек, которые проживают в данном избирательном округе. Безусловно, людей больше всего волнуют их личные вопросы, связанные с инфраструктурой, с условиями жизни в том или ином округе. Скажите, как вы намерно решите основные, на ваш взгляд, три вопроса, которые, на ваш взгляд, есть в нашем округе в ближайшие четыре года? Спасибо. Первым делом, это нам нужно восстановить статус исторической части города, потому что наш округ покрывает практически процентов 70 от исторической части города. Статус закона 93-го года, согласно которому исторические части города запрещены какие-то стройки и лесные здания без согласования с Министерством культуры, это нужно восстановить, запретить стройки в стиле хай-тек, а центр города, он должен восстановиться и стать такой изюминкой, привлечением для всех граждан Республики Молдова. Там должны быть парки, там должны быть красивые здания, для того, чтобы людям приятно было там ходить, поменьше транспорта. Для этого второй пункт, которым нужно бороться, это продлить дальше улицу Альбешара, для того, чтобы она объезжала центр города, и это было своеобразным соединительным кольцом между буйканами, то есть выход с города в сторону Скулянки и Ботаникой. Третий вопрос обязательно, что нужно, это реабилитировать реку Бык, для этого нам нужно почистить все притоки, которые, к сожалению, не завалены всяким мусором на протяжении последних 30 лет, плюс поставить очень высокие санкции для тех предпринимателей, которые производят выбросы своих отходов, своих предприятий непосредственно в эти притоки, либо в реку Бык, потому что таким образом мы влияем на экологию не только нашего муниципя Кишинова, но и в дальнейшем по руслу реки, вплоть до днистра и до моря. Спасибо. Ваш вопрос, господин Гузнак. Дом Гузнак, по дате 11 февруарии, Гувернul и ассумат респондение, прин хатеррия для Гуверн 98, и амажорат саларелы ангажащилор органино-орфакилор интерне. Я не даю сома, что, бине, это очень полезно, не зазидно. Бинэп, почему вы не Şimdi вы хотите отработать заедать? Сегодня вы не будете ни на случай, вы устраивать, что румя не станет строительные и банкрадения, которые будут программы, почему в этот момент вы хотите geldi по стабильной гражданины? Или вы не можете построить определенные армии и недовозреления? Дом Гузнак, мы имеем в принципе передsinали, мы орешим демонстрируем, в подготовке этого времени. Если мы хотим, чтобы мы получили зарплаты в дату датчиков, мы делали это все эти работы, для всех этих этих задач. Мы не делали это. Мы начали подготовить и выполнять кадры legal в этом доме, в том числе, в том числе, в том числе, даже датчиков и датчиков, и в том числе. Конечно, ни декабрь и ни декабрь, и никакие возможности существительного в экономии страны не позволяю, в этот день, для всех, для всех жителей, которые будут сажирать, в момент в котором у них были дополнительные суммы на бюджетный штат, мы были с этим, как у нас есть, модификация в кадру legal, аспираясь на руках, для того, чтобы улучшить количество этих жителей, в таком случае, чтобы все функциональные штаты, все здравоохранения, все что-то финансировали из-за штата, чтобы улучшить эти жители, Фэрэ афаке привилегиери пенту анумите категории Сау целый лалтый. Не есть никакой пиар политик, Не есть никакой пиар аннаинтия легерой. На ной легерой не стремится ничодатэ. И дача фиcare актиунь а гувернулий Сау парламенту ар бытия сфи calificата Как у пиар политик аннаинтия для легерой, Ной не ар требуи сфакем абсолютно нимик На aceаста царя, Потому что, пресупунем, Неам темы, ажа-нумите Инвинуири али опонентулы electorали. Суме, цей хариме третат, Консегмент, Промовария политиклор Промовария политиклор, Промовария царя царя, Ча функционарии, Дин деферития домене али экономии. Молтумеешк. Авица реплика? Да, пофтим. Я вау требат, Де че на асфаку тадата Сабилириа саратиилор. Пенту că, атуманно, Де мађарат сарат саратиилор, Дар о фахе саду Акапанин елкалал. И почему вы не сделали это в парламент, но вы сделали это в основном республике? Это был вопрос. Не схема абсолютно никакая ситуация. Это очень важно для омени, чтобы получать актуальность, и чтобы не было удовлетворяясь в сравнении с остальными категориями. Спасибо. У вас есть возможность, в качестве фракции, чтобы вы получаете демизию гуформа, в этом случае? в этом году, в 72 часа, но еще не уйдут, 72 часа. Мы первая. Спасибо. В остальные вопросы? В остальное? Я еще вопрос. В остальное, в остальное, в остальное, в остальное, и в школе и в инвентации технические. Используйте, в остальное, это уникопенция Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова и есть отдельная часть, которая мы ввели в том, чтобы реабилтать все паркурсы и зоне, в том числе и зоне, в том числе, лакурсы. И это будет очень важным, что это будет, что это будет очень важно. В том числе, в том числе, в том числе и специалисты. Спасибо. Увидимся. Соответственностью и для древнейшего, и до слова Гузнака. Если большинство из-за ассутируя в этом направлении, в том числе иртолиума в том числе, то все, что с вами проводят пояснюю, Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok